Всем привет, с вами Лакмус, я продолжаю играть в игру Neverwinter Nights и мы находимся в местной таверне. В предыдущем эпизоде мы заполучили пароль и ключ вот от этой двери. Пароль нужен для повара, ключ соответственно для двери и сегодня мы продолжим проходить сюжетные квесты. Так, не надо меня беспокоить, я не просил эту работу и она мне не нужна. Просто говорите пароль и проходите, как все остальные. И не надо меня спрашивать ни о каком ключе. Если вы знаете пароль, то у вас должен быть свой ключ, у меня его нет. Так, пароль у нас есть. Мы можем сразу сказать пароль, мы можем его попытаться уговорить, не спрашивать пароль, заплатить можем и сразиться с ним. А мы пойдем по этому пути. На самом деле для этой ночи не так уж и плохо. Если с вами кто-нибудь есть, могут тоже заходить. Мне надоело следить за их глупой дверью. Я свое отработал, теперь я ухожу. Но никуда не собирается он уходить. Ну и ключ тоже подошел. Ну и конечно же я напоролся на ловушку кислотную какую-то. Давайте сохранимся на всякий случай, потому что не нравится мне. Такие ловушки на подступах. Мы попадаем в убежище кровавых моряков, судя по названию. Помещение довольно большое. Ловушки вроде бы нет. Да, но здесь охрана, кровавый моряк. С такими мы уже встречались, они довольно слабые. Но этот оказался магом и ушел в невидимость очень быстро. Нам нужно теперь ждать, когда он проявится. Ошарашит нас каким-нибудь заклинанием. Если не сдох, конечно, в невидимости. Так, ну пока, видимо все-таки сдох. Ну да и хрен с ним. Снова маячки. Слабенькие. Женщины, кстати говоря. Не часто попадаются женщины в качестве врагов в этой игре. Рапира не буду брать. Зелья невидимости. Это сразу сожрем. О, интересно. У них у всех, что ли, стандартный набор? Это какой-то склад, судя по всему. Здесь ничего интересного нет. Всякое барахло. Сохраняемся еще раз. Не забываем про ловушки. Так. И, и, и. Я так подозреваю, что нам вот сюда сначала нужно. Вон они. В драке. Блин. Я убью тебя! Садрили и сваливаем, называется. Какие интересные звуки. Что с ними такое делает там паук? Непонятно. Судя по звукам, что-то очень приятное. Но не будем фантазировать. Это не та игра. Где уместно подобная фантазия? Так, это на продажу, я думаю, сразу. Не буду я копить эти камешки. Почему-то бочки все открыты. Видимо, морячки здесь сами промышляли чем-то. Или прятали что-то. У всех морячков зелени видимости. Кстати, вот так вот выглядит наш шлемак, которым мы обзавелись в предыдущем эпизоде. Довольно отстойно, надо сказать. На продажу. Идем дальше. Не забывай сохраняться. Маг в таком шлеме, конечно, смотрится не очень аутентично. Но что поделать. Да и с арбалетом, честно говоря, маги редко ходят. Скорее, с посохом. Так. А здесь у нас лейтенант кровавых моряков. Средняя сложность. Давайте сразу дебаф ему навесим. Но он использовал спас бросовок, к сожалению. По-моему, он не. Но не так уж он и крут. И быстро сдох. Давайте подлечим нашего паучка вот этими отстойными зельями. Все равно они больше ни на что не годны. Так, здесь он охранял какие-то сундуки. Кольцо Циана. Сундуки я люблю. А вот здесь вот, вероятно, будет ловушка. Да, ой-ой-ой. Причем интересно, да, вот так на подступах. На этот случай у нас есть дракончик. Которого мы... Ой, сам сундук под ловушкой. Ну что-то очень ценное здесь должно быть. Просто архи ценное. Болты пригодятся. Так, плащик. Эльфийский плащ, маскировка плюс 10. И еще один алмаз. Эльфийский плащ, конечно, полезная вещь, но больше для вора. А мне на продажу. Так, а куда делся наш паучок? Интересно. Я думал, что они призываются пока не сдохнут. Так, мы нашли двулезвийный меч плюс один. Я так думаю, у нас сейчас будет перегруз. Нет, почти. Но надо все равно спрятать его в сумку. А почему же пропал паук? Паучок. Я вот всегда честно полагал, что они призываются на все время их жизни. То ли я что-то не понимаю, то ли что-то произошло. Я не заметил. Это странно. Так, сразу положим сюда болты. Но паучка нам придется призывать снова, потому что дракончик нам здесь слабо поможет. Даже не знаю, как это прокомментировать. Также я вот вижу, что вот это заклинание, магический круг против зла, мы используем довольно редко. Если не сказать совсем никогда. Поэтому я, скорее всего, при повышении уровня его уберу. И возьму что-нибудь более полезное. Так, это пустой сундук. Так, здесь у нас проход еще ниже, как я понимаю, да? Снова сохранимся. Так, и мы слышим голоса. Почему вы защищаете его? Он, скорее всего, уже умер от чумы. И охрана здесь. Но это, скорее всего, такой же чуть более сильный и кровавый моряк, чем те, что были этажом выше. Женского пола. Сейчас опять начнет стонать. Потерял от нам интерес. Вот, 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 вот. Да. Теперь уже групповуха. Дракончик с пауком. Насилует кровавого моряка. И закономерный финал. С разбрызгиванием крови. Пошли. Что делать? Здесь побогаче морячок. Зелень не определено. Исцеление легких ран. Интересно. Что это оно не определено-то? Наш персонаж отупил внезапно. Зелень видимости тоже не определено. Странно. Очень странно. Здесь мы видим, что идет голоса. Допрашивает, видимо, какого-то человека по поводу того, что венгал что-то спрятал. Акалик должен знать. С той стороны голоса идут, поэтому мы оставим это помещение напоследок. Сначала сходим наоборот вот сюда. Посмотрим здесь все. Полупустое помещение, кроме сундучка. Вопящее ядро на продажу. Опа, лейтенант кровавых моряков. И проход какой-то наверх, видимо выход. Все равно он выпал на спасбросовке. Получился у нас дебаф. Но я думаю, что против паукавы не сдюжит. Да и дракончик кусает не слабо. Готов. Посмотрим, что у него есть. Жезл сна на продажу. Еще один лейтенант. Еще раз я попробую дебаф. А вот здесь получился. Готов. Так, там сундучок. И возможно также с ловушкой надо быть аккуратнее. Давайте сразу используем дракончика. Нет, ловушки нет. Это уже хорошо. Так, здесь у нас еще один плащ. Скорее всего, да, такой же. Маскировка плюс 10. Вору это было бы, конечно, очень полезно. И большая коробка. Помогает раскладывать инвентарь и могут вмещать много вещей. Как больших, так и маленьких. Вес, тем не менее, не изменяется. То есть, это коробка для расширения инвентаря. Пожалуй, я ее тоже возьму. Буду складывать в нее разные мелочи, вроде вот этих вот компонентов. Которые непосредственно не нужны, но место в инвентаре занимают. Объявления об аукционе, пожалуй, нет. В принципе, его можно уже и выкинуть. Оно уже не нужно. Ну, давайте положим его вот сюда. Так. Как-то вот так. Неплохая коробочка. Так, стоп, стоп, стоп. Здесь вот еще останки. Тоже на продажу. Богатые закорма, надо сказать, здесь. Неплохие предметы мы нашли. Сохранимся. Командор, да? Кровавых моряков. И... Свита попроще. Давайте посмотрим. Средний. Атака усилена, урон увеличен. Дебаф. На него. Я убью тебя! Ну, он выполнил спас-бросок. Так, там маг, я вижу. Давайте мага, наверное, ошарашим. Таким образом. Не наложил ничего. Никакой пакосты. Готов. А вот кто вызвал свирепого кабана, непонятно. Видимо, еще один маг там есть. Вот он. А здесь вот так вот. А жрет зелье, если больше. Так, почему я не могу на него наложить? Интересно. Он колдырит, сволочь, что-то. Почему я не могу наложить на него заклинание? Он применил какой-то баф, видимо, на себя. А вот так, если. В принципе. Он, в принципе. Он, в принципе. Нет, силен. Силен. Тут и все пришли лечиться. Собака. Давайте долбанем еще разок. Все готово. Отлично. Сохранимся. Морячки пошли жирные. Здесь где-то был командор. Но после него, видимо, ничего не осталось. А нет, вон какой-то лут. Что-то все-таки есть. Сундучок с ловушкой. Здесь у нас сюрикены зачарованные. На продажу. Поджигаем сундучок. Отлично. С одного удара. 60% на продажу. Больше тут вроде... А нет, вон еще стол. Сразу болты заряжаем. И пора наведаться в то место, где мы слышали голоса. Сохранимся. Так, здесь практически пусто. Только коробка. Голоса продолжают звучать. В общем-то, фразы повторяются. Крепкая дверь. Отлично. Отлично. Что у нас там? Ни хрена. Зачем такую крепкую дверь было здесь ставить? Непонятно. Булава плюс один. Возьмем. Ух, тяжело нести. Так, и придется паковать ее в наш рюкзачок. Сохранимся. И посмотрим, кого же там пытают. Два кровавых моряка и некто по имени Дараней. Отлично. Давайте спросим у нее, что тут такое случилось. Зачем ее пытают? Инструкции Калика. Пожалуй, это я возьму. Сначала давайте прочитаем инструкции, чтобы знать, как себя вести. Это записка от Калика лейтенанта, предавшего Вингаула. Кажется, это инструкции, как попасть в морские пещеры через городскую канализацию. Да, это та самая записка, с помощью которой можно было пройти в Акведуке. Там, где мы были, стоял чувак перед воротами охраняющий. И вот эта самая инструкция нам бы помогла. Но мы решили идти другим путем, поэтому давайте поговорим. Спасибо, что спасли меня. Я не знаю вас и не знаю ваших мотивов. Я не причиню вам вреда. Приятно слышать добрый голос. Этих людей нельзя было назвать ласковыми, а их вопросы все время становились все более и более настойчивыми. Я Дараный. Я рассчитываю на ваше милосердие. Я надеялась, что вас послал Вингаул. Но у меня нет от него вестей. Его аукцион не состоится. Что ты знаешь об аукционе? Если не возражаете, я задам вопрос первой. Кому вы служите? Я ничего не скажу, если вы собираетесь использовать мои слова против людей, которых я люблю. Ну, конечно, это не ваше дело, но давайте скажем правду. Ясно. Я начинаю понимать, почему вас так интересует Вингаул и его кровавые моряки. Задавайте свои вопросы, я попытаюсь ответить. Вингаул, кровавый парус, алый клинок, пафосные клички у него. Он бывший вождь взбунтовавшихся кровавых моряков и мой нареченный. Увы, мы уже очень давно в разлуке. Где же он сейчас? Не могу сказать наверняка, но он старый, закоренелый пират. Он сказал, я буду знать, где его найти. И у меня есть несколько мыслей по этому поводу. Вингаул в бегах. Он направляется туда, где, как он считает, он будет в безопасности. Либо в серебряные паруса, либо в акведуке. Мне кажется, из обоих этих мест можно попасть в его подземную сокровищницу. Сокровищница мне нравится. Так, не могу обещать, что он не пострадает. Так вы надеетесь соблазнить меня тем, что можете убить или не убивать его? Полагаю, ничего честнее я сегодня не слышала. Возьмите этот медальон, это был его подарок. Он сказал, что это ключ, и что с этим ключом я смогу войти в серебряные паруса, если захочу найти его. Ну, где находится я знаю. Можно в ней расспросить, почему кровавые моряки бунтуют. В принципе, давайте так и сделаем. Похоже, что они все больше уставали от Вингаула. Его методы ведения дел иногда трудны для понимания. Они ценят его грандиозные планы меньше, чем раньше. Он всегда подчеркивал, что все нужно делать со стилем, но теперь им нужны только деньги. Но руководит ими, видимо, Калик. Да, он пытается захватить власть и совершенно не ценит стильных комбинаций. Калик убьет Вингаула, если найдет его. Под его руководством кровавые моряки станут еще ужаснее. Где же Калик? Он не мог ждать, пока его люди покончат со мной. Возможно, он догадался, где может быть Вингаул и ушел его искать. В общем, все понятно. Как и всегда в жизни, абсолютное большинство, так называемое быдло, не способны оценить великие умы. И, видимо, вот этот Вингаул пытался провернуть какой-то изящный ход. Позже мы узнаем, что с помощью вот этого аукциона он пытался привлечь внимание лорда Нашера, на самом деле. А не пытался навредить кому-то или заработать. Ну, а его команда, видимо, не оценила таких жестов и взбунтовалась во главе с этим Каликом. По большому счету, вот по сюжету, нам не обязательно искать Калика и вникать во все эти дрязги. Наша задача найти пропавшее создание. Так, вот у нас серебряный парус. Мы там уже были, кстати говоря. И там осталась дверца, которую мы не открыли в одном из предыдущих эпизодов. И именно от этой дверцы нам дали ключ в виде медальона. Вот он. Так вот, нам не обязательно было бы встревать в эти дрязги, но, к сожалению, мимо Калика пройти у нас не получится. И то, чтобы, к сожалению, так задумано разработчиками. Чтобы добраться до Вингаула нам придется пройти через Калика. Сразу скажу, что убить Вингаула у меня не получилось. Я несколько раз пытался тут пробежаться. По-разному. Так, 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 где вход? Вот вход. И никак у меня не получилось его убить. Нужно, видимо, или какого-то очень прокаченного персонажа, или какую-то магию, которой у меня нет, для того, чтобы его остановить. Задержать. Но, видимо, придется так и согласиться с тем, что он выживет. Так же не совсем понятно, каким образом вот эта вот его невеста прошла бы через всех этих пауков, чтобы встретиться с Вингаулом. Нам здесь прорубиться удалось не без труда. Сохранимся. Вот открылась дверь. Здесь еще один паучок. Легкий, раздутый, ужасный паук. Давайте попробуем наложить на него дебаф. Или сразу шарахнем, наверное, превентивно. Тратить время не будем. Легкое ранение. Еще разок. Тяжелое ранение. Он тут еще в своей паутине. Сорваться сюда пока паутина не спадет не стоит. Так, ну он дамажит, кстати говоря. Все, сдох. Нашего паучка потрепало. Давайте его... Хотя нет, нам сейчас придется отдыхать, потому что заклинание я использовал. Лечить я паучка не буду. Здесь явно с ловушкой сундук. И, возможно, там еще какие-то враги. А может быть и нет. Так, зелицы. Ловушки пока не видно. Больше здесь других сундуков нет. Давайте сохранимся и рискнем. Дернем его. Мерцающий пояс. Видимо, это стандарт какой-то содержимого сундуков. И ход вниз. Но прежде чем мы туда пойдем, конечно, стоит отдохнуть. Я так скажу, что встреча с вот этими кровавыми моряками, которые там внизу стоят, она тоже не из легких. Конечно, если не продумать все заранее и не бафнуться, как положено на подходе, то нам могут накостылять. Так, мы попадаем в Акведуки. Это второй вход в Акведуки. Помимо того, через записку которой. Здесь обилие ловушек, надо сказать. Возле вот этих мостиков. Довольно часто встречаются эти ловушки. Поэтому я буду обходить вот таким вот образом через воду. И также здесь жучки нас подстерегают. В драке! Жучки эти плюются ядом. На довольно большое расстояние. Вот, как видим. И подходить к ним не стоит близко. Вот опять ловушка. Так, нас задело. Кислотой, вернее, плюются они ядом. И тоже неплохо дамажит, надо сказать, нашему паучку. Вот досталось. Ну, справился. И здесь вот, последняя гробница по квесту с захоронениями Халоэта Невера. Здесь можно почитать записку, но у нас остался только один квестовый предмет по этому заданию. Это меч. Поэтому мы его сразу положим и дверь открывается. Сохранимся. Так, паучок наш пострадал. Давайте его подлечим, потому что там нас ждет тоже встреча с врагами. Пожалуй, стоит ему зелье задубевшей кожи дать. Сожрём одну, у нас их целых восемь было. Всё. Вот так и пойдём. Сохранимся ещё раз. Здесь мы видим комнату Саркофаг и три двери Которые сейчас закрыты Но как только мы попытаемся Забрать содержимое вот этого саркофага Древний символ Тира здесь То двери откроются И из них выскочат Вот такие вот упыри Лорд Упырь Довольно сильная нежить Мы видим средняя сложность И куча как всегда иммунитетов Как у всей нежити Также тени здесь Лорд Упырь и тени Серьезные враги и их много Что самое главное Поэтому я сейчас наверное Так вот эта тень судя по всему Сагрилась на меня Так и не одна при том Давайте мы побегаем Вот они накладывают дебафы Не очень серьезные А именно замедление Понижают силу Не бафнул я на нашего Паучка Устойчивость к элементам К сожалению А так можно было бы шарахнуть Огненным шаром Придется долбить по одному Один готов Одиночки они не очень сильны Но когда нападают кучи Мы видим что это Неприятно получается Так Осталось трое Так еще один Лорд Упырь Кстати говоря Я его не заметил Сосед за стеной начал сверлить Не знаю слышно ли это будет на видео Но мне сильно мешает Готов В общем то мы всех победили Кстати говоря Получили некоторое количество опыта И вот это вот мне не очень нравится Давайте попробуем применить У нас есть Вот восстановление Отлично Но наш Паучок скорее всего тоже пострадал Да Сила уменьшена Давайте отзовем наших монстров И отдохнем Потому что Дракончика заново Потому что Чтобы не сбросилось у нас заклинание Вот И отдохнем Потому что я использовал Много заклинаний здесь А нам они понадобятся При встрече с Каликом Комнаты эти пустые Нет там ничего интересного Сразу призываем паучка И бафаем ему Меч Кстати говоря Посмотрим Мы приближаемся уже К повышению уровня Не то чтобы очень быстро Но В одном из В одном из Последующих эпизодов Вероятнее всего Мы повысим уровень Возможно После встречи с Каликом Обходим Ловушки Да Но к сожалению Не все Вот я сейчас Чуть не сдох Чуть не сдох А тратить зелья Мне не хочется Давайте используем Мешок целителя Ну почти Вроде бы чисто Здесь у нас Несколько контейнеров И персонаж По имени Харон Еще контейнеры Так вот еще Наверное Думаю Многие знают Что Харон Это персонаж Из древнегреческой Мифологии Проводник По Водам Стикса Стикс Это река забвения В царстве мертвых Это я для школьников Поясняю Которые плохо учатся И не знают Это Намек на то Что Канализация Это Ничто иное Как Воды забвения К слову говоря По реке Стикс Можно плыть Только в одном направлении Согласно Мифологии Опять же Поскольку Вернуться Из царства мертвых Нельзя Но мы Конечно Попробуем Что Здравствуйте Ваше магичество Мне правда Что-то непонятно Какая тут внизу К бесам разница Пришли Пришли Проинспектировать Канализацию Акведуки Я имел ввиду Акведуки Пожалуйста Прости Мое смятение Я все никак Не привыкну К этой новой Программе Улучшения Украшения Города Которую Начал Городской Совет Ее лучшие Стороны Похоже Заключаются В том Чтобы давать Всему Новые Красивые Имена Прямо Как у нас Знаешь Канализация Стала Акведуками Отходы Стали Избыточными Ресурсами А моя Чудная Работа Теперь Называется Гид Экскурсовод По этой Чертовой Канализации Я Мать Их Больше Не Золотарь Забавный Персонаж Куда Ведут Эти Акведуки Ну Они Там Внизу Соединяются Со Старой Канализацией Там Раньше Были Склады Но Город Их Не Использует Уже Много Много Лет Район Разросся И Проход К этим Старым Подземельям Застроили Мало Кто Знает Расположение Старых Тоннелей Впрочем Временами Я Слышу Там Внизу Голоса Ты Можешь Отвести Меня Вниз По Течению Ой Ой Сверлят Сверлят За Стеной Нет Я Не Могу Оставить Свой Пост В Любой Момент Может Возникнуть Непредвиденная Ситуация И Тогда Понадобится Моя Квалификация Такое Может Случиться Я Могу Тебя Отправить Водиночку Это Не Опасно Во всяком Случае Мне Так Кажется Скажи Только Слово И Можешь Плыть И Мы Попадаем В Такой Вот Тесный Проход Здесь Лежат Триггеры Вот Эти Вот Кучки Камней Которые Нам Нас Оповещают Об этих Голосах Читать Это Не Буду Происходит Ругань Между Думя Группами Парсонажей Скоро Мы узнаем Что Это Калик И Вингал С Сохранимся Потому Что На Нас Сейчас Нападут Довольно Скоро Что У Меня Посело ФПС Да Сейчас Что Было Падение ФПС Какое Критическое Не Знаю С Чем Связано Вроде Бы Сейчас Все В Норме Вот Он Стоит Калик Давайте На Нем Посмотрим Испытывающий То Серьезный Противник Охран Она у него Попроще И Как только Мы Приближаемся Нам говорят Что Мы Якобы Прибыли На подмогу Квенгау Он Так Говорит И Калик Нападет Сейчас Мы Попроще Мне Не Хочется Подставляться Я Поэтому Так Осторожно Продвигаюсь Так Они Напали Но Почему Для нас Они Показаны Мирными Видимо Нужно Ошарашить Кого То Из них Но Я Боюсь Останавливаться А Пока Они До Нас Мирные То И Паучок На Них Не Нападет Как Я понял Пленных Не Брать Так Вот Теперь Все В Норме И Паучок Должен Согреться Так Калик Уже Сам Согрелся Вот Этот Вот Слабенький Типок Я Думаю Что Мы Его Сейчас Долбанем Вот Так Вот Блин Сбил Каст Еще Раз Готов Кто-то Пытается Активно До Меня Дозвониться Но Мне Не Хочется Прерывать Эпизод Вот На Таком Вот Моменте Сейчас Сдохну Еще Ко всему Прочему Я Ненавижу Когда Мне Мешают Живем Зелье Он Паскуда Выполнил Спас Бросок Я Не спалил. Отвлекся. Так. Бафаем его. Дракончик пока вывозит. Стражник Калик, а не противник. А вот сам Калик. Мы видим, что серьезен. Наложим дебаф. Ни фига не наложили ему дебаф. Еще раз попробуем. Отлично. Дебаф прошел. Отравление также прошло. Но я думаю, сейчас он сдохнет. Паскуда еще решил посверлить мне. Прям. Не вовремя. Так. Здесь у нас волшебная пыль. И амулет. На продажу. И вот что за человек. Сбрасываю телефон. Нет. Он начинает звонить на городской. Ну сбрасываю, значит занят. Какого хрена? Здесь у нас рапира плюс один. Тоже на продажу. Все. С Каликом мы разобрались. А, это кстати был амулет Мастерс. А что-то я вот здесь вот затупил. Это не на продажу. Это квестовый предмет. Стоит он ноль золотых, насколько я помню. Положим его сюда. Вот. Теперь мы можем пройти дальше. Обшарить здесь сундучок. Было как-то раньше сказано, что это сокровищница Венгаула. Но сокровищ здесь мало. Всякое отстойное барахло. 40% на продажу. И теперь мы встретимся с самим Венгаулом. Здесь у нас появится выбор. Мы можем договориться с ним миром, либо сразиться. Но с ним самим сразиться, как я уже говорил, не получается. Он убегает довольно быстро. А оставит после себя только стражников вот этих. Поэтому сражаться с ними я не вижу никакого смысла. Поговорим с ним самим. Отличная драка. Вы продемонстрировали силу, победив Калика. Этот паренек пытался мне помешать. А у него абсолютно не было чувства стиля. Ну, конечно он нас подставил сильно. И у меня было желание, собственно говоря, поэтому его и наказать. Но ничего у меня не получилось. И все же, судя по вашему суровому виду, я полагаю, что мои неприятности еще не окончились, правда? Я здесь, чтобы забрать Кокатрикса. Конечно, конечно. Этого и стоило ждать. Хотя у меня была надежда, что Нашер лично появится. Мне удалось найти останки прекрасной птички, которую потерял Нашер и его приспешники. Представьте себе мое удивление, когда я увидел, как ее несла по улице в пасте какая-то собака. И мне пришло в голову найти им лучшее применение. Теперь отдайте его на благо всех. Конечно, я так и поступлю. Не стоит так удивляться. Зачем мне нужна эта паршивая птица? Кроме того, я прекрасно понимаю, насколько важны перья этого создания. Мне хотелось, чтобы Нашер захотел отобрать его у меня. Но так как он играть отказался, а большинство моих людей от меня отвернулись, потеха окончена. Останки этой твари находятся в ящике. Примите эти перья и мое благословение. Знаете, некоторых моих друзей тоже поразила чума. Нашер знает, о ком я говорю. Все. Прощайте, они уходят. А мы можем забрать пирог Акатриса в ящике. Я вижу, что время эпизода давно истекло. Просто не стал прерывать на середине битвы. Квест у нас один закрылся. Вот этот беспорядок в квартале. И другие обновились. Но на этом я, пожалуй, завершу эпизод. Не буду сейчас возвращаться к Оребет. Потому что, честно говоря, сосед с дрилью меня достал. Да и время истекло. На сегодня это все. Спасибо всем за внимание. Всем пока.